окей все тогда наконец-то можно начинать очень все всем привет меня зовут филипп еще у нас есть из преподавателей азат который сейчас онлайн и к сожалению не в москве находится еще к нам иногда будет приходить да и но это очень редко будет вот и мы будем вас вести здесь кружок если горшина нас и будет проходить параллельно и в онлайн и в офлайне то есть мы вот так мы будем транслировать на каждое занятие доступ но правда возможно я проверяю что у нас скоро вообще выглядит отовсюду достоин на столько онлайн сидеть но мы еще не поддерживаем вот так в часике я думаю все уже из вас есть параллели и все все знают вся информация у нас еще все контесты и все такое будет на сайте.ru и на странице параллели будет появляться ссылка на все контесты все материалы истоки тоже нужно все будет там но будет общая информация по данным тем, когда у нас будет шоу проходить тогда там все происходит так, значит, как это все будет вообще здесь проходить, естественно, мы каждую субботу будем собираться и проводить занятия занятия у нас будет там общий план такой, что мы сейчас в первом полугодии будем проходить какие-то полезные более-менее темы для олимпиадок или всего такого а второе полугодие будем, ну, такой, если бы полезности будет для олимпиадок, но будет всякие сложные теории вот теперь давайте я скажу про нашу формулу оценки смотрите, у нас будет с вами несколько типов контестов во-первых, у нас будут обычные контесты, которые будем выдавать вам после каждой лекции это будет контест по теме того, что мы вам на реке рассказали то есть сегодня у нас при занятии будет по тече, и мы вам по тече и расскажем про контесты дальше там завтра, ну, в следующий спорте будет какой-то другой занятий, там по этой теме тоже есть контесты еще, кроме обычных контестов у нас будут дистуры по дистуре это будет появляться каждую неделю какой-то такой пятичасовой контест из четырех задач уровня в сервере и тоже его очень рекомендую вообще написать, что по всему дистуре будет и будет зачет естественно там, общем, оценка за курс будет формироваться как там, типа, суммы 0.35 за контесты, 0.35 за дистуре, 0.33 за рензак ну, эту формулу мы же потом на сайте выложим я думаю, сейчас вам все равно будет неинтересно особо ну, в целом, умеете виду, что оценки вообще важны и те, кто не получит хорошие оценки, мы выгодим после первого клуба оценки будет по 10-2 на штанге, и вам нужно набрать минимум 4 4 после округления, то есть до округления ваш цель продолжает хотя бы 3,5 вот, умеете вас это виду как будущее так, кстати, мы вам сейчас скинули всем листочек, вы можете его открывать и начинать решать если вы хотите какие-то задачи сдавать, то подходите и сдавайте если вы в онлайне, то пишите азату и сдавайте ему в онлайне через дискорд итак, давайте разбирайте эти последующие задачи что, кто первый умеет решать? если что, никто не умеет первую решать, вы что вообще? вторую? первую первую первую? о, ура! хочешь разобрать ее? я хочу давай, выходи разбирай ну ладно, придется мне разбирать смотрите, первая, значит, как оно звучит вообще у нас есть два таких чиселка, больших-больших чиселка одно пенолиен и другое пенолиен он представляет, как такая строка из цифр и нам хочется посчитать ноты этих двух чисел как же мы это будем делать? давайте делать это очень просто давайте сначала представим, что у нас числа, например, они даже не обычной строкой представляются, а бинарной строкой типа строкой из маленьких единичек хотя это же порт на самом деле, какой строкой и нам, и нам и нам все отоборот получится вот, смотрите есть обычные, которые вы все привыклишь типа ГЦД от А Б равно ГЦД от Б процент от просто Б и А процент от Б ну или или оно равно Б или оно равно А если Б если Б равно Н вот обычно как бы так происходит но нам, к сожалению, взять процент это очень сложное действие со двумя длинными чиселами, которые каждая длина Н я вам, конечно, расскажу, как все это делают за лог квадрат но лучше всего типа за Н на лог квадрат от этих чисел но на самом деле нам не очень хочется такое делать не очень хочется абсолютно длинную арифметику использовать какие-то быстрые предназваниях объект для умножения и так далее поэтому иначе если мы не хотим делать ТАСС нам придется запрещать А процент Б за О там квадрат, что не очень хорошо поэтому давайте пытаться сделать это лучше давайте вспомним, какой изначальный был лог квадрат, который придумали, он не замечал вот так самый тупичный лог квадрат звучит так, что ГЦД от А и Б равно ГЦД от А минус Б и Б ну типа мы берем, давайте считаем, что ГЦД от А, Б, где А больше Б допустим, мы знаем, что число А больше, чем число Б так ГЦД от А, Б равно ГЦД от А минус Б и Б правда же? просто делаем одно действие этого убирания по моду так вот смотрите, что давайте использовать этот стандартный, самый изначальный логиквидный клизер который был еще для нас давно давно придуман который был сам первый если мы его будем использовать, нам надо просто взять и вычесть из числа А число Б давайте посмотрим если мы его, сколько мы можем вычесть из одного числа другое разумеется за ОТ потому что раз ООО больше чисел, то другое просто Н как бы этих строк цифр поэтому мы вот это действие можем сделать буквально за ОТ теперь давайте смотреть, а сколько же нам таких еще надо будет действий сделать до того момента пока у нас какой-то чисел ну, ВСД не стоит равен 0 давайте заметим что давайте посмотрим на эти два числа А и Б давайте посмотрим на их самую первую цифру замечаем, что изначально нам сразу же с самого начала сказать, что оба этих числа имеют длину N то есть это значит, что у нас только числа А здесь на первом месте что-то стояло и у числа Б здесь на первом месте что-то стояло поэтому давайте просто возьмем давайте просто возьмем и из числа А заметьте, что нам из числа А число Б оно будет вычислять не очень много раз до тех пор, пока у нас не станет такое, что у нас из числа А на это первом месте станет записано быть 0 Заметьте, что после того, как мы это сделаем у нас у этого числа она уменьшится на единицу хотя бы на единицу хотя бы на единицу, да тебе ты тут проверкаешь с тем, что она хотя бы на единицу уменьшится по длине мы сейчас что-нибудь придумаем а, на самом деле мы можем сделать ладно, давайте чуть-чуть улучшим все-таки наше решение на самом деле для этого, конечно, будет работать все как плохо поэтому давайте сделаем немножко более отдельно давайте посмотрим на длину числа А пусть бывает числа А а у числа Б длина У мы знаем, что число А больше, чем число Б поэтому Х больше не равно чем Y давайте вместо того, чтобы здесь вычитать из А сразу же число Б вот эта маленькая длина У давайте умножим Б на такую степень, десятки чтобы у нас у числа Б длина стала ну, чтобы число Б было меньше чем число А но чтобы у него была такая же интимница меньше то есть просто давайте скажем что давайте домножим b умножить равно на 10 степени x минус и замечается после того как мы так домножим у нас получается у нас здесь у числа b краски на этом месте будет стоять не более чем 100 таких уменьшений у нас это число станет меньше чем то что мы изначально читали после этого как бы если мы казалось что у нас было домножено степень десятки то теперь умножаем б на чуть меньшую степень десятки и продолжаем то же самое делать но мы говорим всегда что у нас система счисления это вся константная это да если бы она не была константной а то тут была проблема конечно вот так делать понятно общая идея вопросы если просто сдавать если по зуму вопрос есть говорите голосом или пишите в чат и мне азат измучит их голос что ни у кого нет вопросов ну ладно давайте начнем давайте дальше дальше еще один какой да очень простой если он делится на 2 делим его на 2 если оба не делятся на 2 посчитаем на 300 из одного другое есть еще третий алгоритм делать обычный gcd но только обязательно делить именно столбик деление в столбик работает за большее число умножить на разность длин поэтому в итоге эта разность длин схлопнется и получится n квадрат это правда да окей вы видите как тут все просто окей давайте следующая задача нам дано дофигища чиселок а первое а второе а третье мы делаем такой алгоритм что берем просто первые два числа считаем из них gcd получили какое-то g1 после этого считаем gcd из этого g1 и а третьего получили какое-то число g2 дальше считаем gcd из g2 и а четвертого получаем какое-то число g3 и так далее посчитаем gcd из всех этих чисел и нас хотят узнать за сколько же у нас мы у всех этих gcd-шки посчитаем мы утверждаем что правильный ответ за у от n плюс у лог под c где c это размер максимального числа почему это так? ну давайте посмотрим на сам алгоритм gcd замечаю что когда мы считаем gcd от а в б открыл у нас дальше есть после этого мы переходим к гцд от а процент б после этого мы переходим к гцд от а процент б и б процент а процент в давайте заметим что за эти два действия у нас какое-то из этих числа обязательно должно уменьшиться больше этих двух чисел должно уменьшиться хотя бы два раза почему это так? ну потому что пусть у нас а например был изначально больше из этих двух чисел тогда замечаем что если а было больше чем б то а процент б меньше чем апполам то есть вообще это идейная вещь очень важно знать что если а больше б то а процент б меньше чем апполам кто понимает почему это очень правда? ну вот почти все ну потому что это давайте объясню почему это так смотрите вот пусть у нас а было больше чем по б тогда понятно что оно станет меньше окей теперь если а лежало в промежутке от б до двух б замечаем что а процент б точно меньше чем даже замечаю что а равно б плюс а процент б правда же? ну теперь заметь что эта часть у нас меньше чем б ну а значит а больше чем а процент б умножить на два ну и все то есть а процент б всегда меньше чем апполам да огон длина замечаем что тогда у нас после первого действия у нас обязательно б Ну и получается, опять-таки, больше из двух чисел уменьшается в 2 раза. Поэтому у нас после каждого из двух итераций алгоритм эвклида больше из двух чисел уменьшается в 2 раза. Ну а значит, замечаем, что когда мы делаем какую-то из итераций алгоритм эвклида, у нас наш вот этот вот гэш, текущий, у нас вообще как происходит? У нас придется алгоритм эвклида из текущего гэш, гаитова и аитова. Давайте смотреть, что если у нас с аитой было больше, чем гаитой, то, после следующей итерации, после 2-х итераций алгоритмов эвклида эта аитой уже будет меньше, чем гаитой. Потому что у нас, оно должно было уменьшиться через 2 раза. Ну, да. Будет меньше, что оно берется просто «помодни». Но после этого замечаем, что у нас ice уже осталось, 7 числа, оба числа остались не больше, чем гаитой. И за каждые 2 итераций у нас больше этих 2 числа, которое поменьшается в 2 раза, потому что как говорилось раньше. у нас а так у нас результатом в районе потому что он больше будет 2 числа получили то значит у нас получается что у нас и ответ уменьшается в два раза за каждой итерации мы не могли сделать больше чем блок c всего итераций алгоритм но еще по две операции мы на каждое число делаем это часть то есть токовое количество итераций есть вопросы если по зуму есть вопрос тоже сдавались давайте пойдем дальше третья задача а то сможет на туре вспомнить как его написать да ладно я смогу я просто современные школьники круче чем филипп я смогу быть хочешь давайте я расскажу смотрите давайте для начала поймем что у нас есть уравнение а x плюс b и равно c мы хотим его решить для целочисленных x и найти все решения во-первых утверждают что если c не делится на gcd от а в то решения нет но это абсолютно очевидно потому что вот эта часть делится на gcd из а в значит и сумка тоже делится на gcd из а в поэтому с точным c делится на gcd из а в поэтому давайте для того чтобы решить это уравнение сразу же поделим все эти части на gcd из а в ну почему бы нам так с самого начала не сделать получаем что у нас какой-то h и плюс b школьник у равно c школьник где а д равно а делить на gcd а б б школьник равно b делить на gcd а c школьник равно c делить на gcd из а в окей теперь нам говорят что если c равно достояние за б то решение есть то есть если у нас изначально c равно c равно c дается б это у нас с школьник равно единице и вам показать что у нас для любых двух чисел а стих и б школьник существует решение равнее а стих и плюс б школьник равно единице давайте скажем почему это так и применим обычный трасс алгоритм открытым как нам с трасс алгоритм открытым что мы берем заменяем а на а процент б давайте посмотрим что вообще это такое мы делаем а б школьник плюс вот вообще вопрос алгоритм открытым получаем вместо а б идем к числам а а процент б давайте вот считать что мы тоже заменяем так коэффициенты посмотрим как у нас все меняется если мы так меняем коэффициенты у нас получается б штрих плюс а штрих и теперь нам это делать так что у нас получилось в конце единицы что-то вывести из xy что вообще такое ой плюс здесь не будет не а штрих а плюс а штрих процент б штрих умножить на что-то должно быть равно единице на что же нам все это надо умножить давайте посмотрим а у нас были числа xy что вообще такое а что такое вообще а штрих делить на b штрих а штрих делить на 100 процентов б штрих правда а а штрих единик на б штрих а штрих штрих соответственно давайте посмотрим здесь тоже получается В умножить на Y, плюс, соответственно, здесь H, минус H, B, и вот сегодня нашло давно, чтобы получить в минус. Давайте раскроем скобочки и получим такое выражение, что получается в H. У вас разве не ошибка? Надо на B-штрих еще умножить. А, точно, да. Нам нужно на B-штрих, а мы единицы. Вот, все, теперь переходим. Сейчас. Ну, давай тогда, выходи. Посмотрите, у тебя пытался свой виселк, у меня не получилось, так что... Я? Это не получилось. Бери трях и вот там. Ну, ладно. Давайте будем писать такой алгоритм, который у меня удобен. Поэтому у меня... У меня A меньше B, я вызываю как-то B от A, B. И, собственно, переход либо A равно нулю, тогда вернем B, либо вернем как-то B от B на нулю A. Окей, замечательно. Теперь докажем по индукции некоторую штуку. Найдем по индукции, не знаю, как называется. Заметим, что у нас... Заметим, что у нас... Давайте сразу сократим на GCD и будем считать... Э, ладно, не будем. Плевать. Заметим вот что. На этом шаге мы можем написать такую штуку. что A умножить на 0 плюс B умножить на 1 равно B. Классно, да? Мы научились считать B. Это база индукции. Теперь на некоторых A меньше B. Мы уже вызвали алгоритм на следующую итерацию. И теперь мы знаем, что у нас B по модулю A умножить на некоторое X плюс A умножить на некоторое Y равно B. Ну вот не B только, а равно G, GCD. Окей, теперь раскроем B в модулю A. B по модулю A это что? Это B минус B делить на A умножить на A. Делить это такое нормальное человеческое делить. Плюс A умножить на X плюс A умножить на Y равно B. Немного переделаем, получим A умножить на Y минус B делить на A плюс B умножить на X равно B. Мы нашли два новых коэффициента. Можем передавать их на верху. Окей, да. Видите, уехать получается, уехать не получается, поэтому лучше запомните. Но у вас будет контекстная сдача, если ее сдать, то под воздачным причинам конструкции, лучше сдайте ее, чтобы запомнить. Так, где-то на год вам хватит. Но через год сто угнулись. Окей, давайте идти дальше. Что у нас на следующем было? Следующий гармонический ряд. Итак, что такое плюс гряд? У нас была сумма, типа 1 первая плюс 1 вторая плюс 1 третья плюс 1 первая плюс 1 первая. Нам будет показать, что это вот эта штука. То есть, что эта штука, она у нас одновременно. Можно ее оценить сверху, как какой-то. И вот это опять, это от лога. То есть, нам будет показать, что эта штука может и сверху ценить как лога, и снизу ценить как лога такую сумму. Давайте учиться это сделать. Давайте разобьем сумму на блоке. Сначала блок длиной 1, состоящий только за 1 первой. Потом блок длиной 2, состоящий из 1 вторая плюс 1 третья. Потом давайте я дальше напишу. Дальше у нас блок следующий. То есть, 1 четвертая плюс 1 пятая, то есть 1 шестая, то есть 1 седьмая. Потом следующий блок будет стоять уже, то есть этот седьмой 1, это 2, это 4, и тогда же блоки по степеням двойки. Замечательно, что ибрь из этих блоков, начиная с первого числа, 1 делить на 2 в степени и, и заканчивается с числом 1 делить на 2 в степени и, 2 в степени и, 2 в степени, 2 и минус 1. То есть, у нас получаются такие блоки, что у каждого блока первое число такое, а у каждого числа такое. Теперь давайте смотреть на каждый блок отдельно. Давайте заметим, что первый блок, он у нас меньше вероим в литенице, и больше вероим, чем одна вторая. Действительно, единица меньше равен единице и больше вероим, чем 1 вторая. Давайте посмотрим на второй блок. Замечаем, что у нас тоже меньше вероим в литенице и больше вероим, чем 1 вторая. Почему это так? Ну, потому что, смотрите, давайте посмотрим вообще на этот блок. Ну, понятно, потому что 1 вторая плюс 1 третье, оба этих числа больше, чем 1 вторая. Ой, сейчас. Что-то я не совсем правильно. Окей, давайте на блоке вважем там вот так вот. Дальше. Все у вас было? А, нет, все нормально, да, сорян. Все хорошо. Смотрите, 1 вторая плюс 1 третье действительно меньше равен единице, потому что у нас есть 2 числа, оба этих меньше равен единице. Но замечаем, что каждое из этих числа больше равен, чем 1 четвертая. Поэтому их сумма будет больше равен, чем 1 вторая. И так же давайте посмотрим еще на item этих блоков. Вот мы item из этих блоков. У нас первое число. У нас все числа больше, чем 1 девять на 2 степени i. Значит, сумма в этом блоке... Так, сейчас, я, видимо, не всем правильно написал. Как у нас этот item блок выглядит? Так, у нас есть 2 и айпи плюс 1. Так, так. Мы не отмельцаем, сантируем, сантируем, сантируем. Мы просто понимаем, как присоединяем. Вот так. Минус 1 ниже. Вот, смотрите. Теперь давайте посмотрим на все числа в этом блоке. Замечаете, что у нас в этом блоке и числа? В этом блоке у нас 2 в степени i числа. Каждое из них, оно у нас меньше или равно, чем 1 делить на 2 в степени i. Правда? А значит, получается, что их сумма будет меньше или равна, чем 1 делить на 2 в степени i. Что равно 1? То есть сумма в этом блоке, она у нас меньше или равна 1. Давайте посмотрим, что кандидат числа в этом блоке, оно у нас больше или равно, чем 1 делить на 2 в степени i плюс 1. А значит, у нас получается, что в этом блоке, что сумма всех числа в этом блоке, она больше или равна, чем 1 делить на 2 в степени i, что равно 0 второе. То есть этот блок, он больше или равен, чем 1 второе. Теперь замечательно, что у нас всего блоков их от лога n. Ну, а значит, сумма всех всех блоков, она у нас больше равна, чем лога n умножить на 1 второе, и меньше равна, чем лога n умножить на 1. Ну, и вот, значит, мы получили такую оценку. Как лога n сверху и лога n снизу. Вообще, такой гармонический ряд это очень частая штука, которая применяется в кучу задач. У нас в контесте будет одна такая интересная задача на гармонический ряд. И давайте просто включим еще одну задачу, которая на гармонический ряд. Смотрите. Задача номер 5. Следующая задача номер 5. Нам говорят, что R, R — количество натуральных цифрических числа 5. Нам показать, что сумма всяких R, число делителей, нам показать, что сумма таких R от M до всех R от 1 до R, это урод N лога n. Давайте посмотрим, почему это так. Давайте посмотрим на число I, посмотрим, сколько числа она играет здесь. Замечаю, что она играет здесь для числа I, у числа 2, у числа 3 I, и так далее, и у числа, естественно, до R. Всего таких числа у нас будет меньше, чем R, который делится на I. Получается, N лейт на I, определенный на 10. Тогда замечаю, что у числа I, количество делителей, количество I, количество числа, которое делится на число I, у нас получается оценивается вот так. Тогда замечаю, что если мы за всех числах от 1 до N посчитаем сумму, количество делителей, количество числа, которое делится на каждых чисел от 1 до R, то мы получим ответ на задание. Ну а сумма по всех I, количество числа, которое делится на I, это получается, соответственно, N делит на 1, плюс N делит на 2, плюс N делит на 3, плюс N делит на 3, и так далее. То есть эти округления можем брать, потому что там плюс-минус единицы, нам не сильно важно. И так получается просто сумма типа N делит на 1, плюс N делит на 2, плюс N делит на 2, плюс N делит на 1. Замечаю, что это равно N умножить на сумму гармонического ряда. Ну а это получается, мы знаем, что это O от N, это O от O, то есть получается, что сумма как раз будет O от N в O. То есть так не случилось, что в виде расстояния гармонического ряда и решили. И получилось, что общее качество делится всех неправильщиков от одного до N, это O от N. Так, есть какие-то вопросы? Окей, тогда давайте следующий вид дальше. Да, конечно, для качества смотрим все числа, кто на него делится. Так, ну что, вопрос? Ладно, тогда пойдем дальше. Так, следующая задача. Шестая. Ну, говорят, что типа число A, и опять, это количество числа подавозного N, который заменит просто C. Кто-то вообще знает, кто-то из вас раньше встречал по числу A, и я думаю, все. Есть какие-то, кто раньше не видел числа F, и опять? Ну что, пустота. Я думаю, все из вас даже знают его формулы, но почему такая формула никто не знает, да? Нет, в смысле, я должен сказать, что в 7 классе, на том, что как математика, а чем математика еще нужна? Математика для лохов, пробовать это со мной. Не согласен, кстати. Вот. Соответственно, давайте, кто из вас не знает, не умеет выводить формулу для Феатера? И доказать, почему она такая. Не умеет. Не умеет. Ну вот, есть честная вещь. И правильно, не нужно уйти, я сам не умею. Пока мне не пришлось в лекцию. Так вот, давайте выведем ее. Зачем? Сейчас я вам расскажу, вы это кивнете головой, забудьте. Смотрите, давайте выведем сначала формул для Феатера П в степени К. Как мы говорим, что А число из задачи. Где П это простое число. Мы означаем, что количество числа, которые взаимы просто с простым числом, от 1 до П, это просто количество числа, которые не делятся на П. Но количество таких числа, это у нас получается просто П в степени К минус 1 умножить на П минус 1. Ну, потому что, типа, у нас всего есть среди всех числа на вода П в степени К, каждая П это делится на П, значит, надо просто взять и, типа, там нужно взять П в степени К, и вычисли оттуда из-за П в степени К, и здесь на П, а еще числа, которые делятся на П. Так мы получили вот эту форму. И мы учили, что теперь мы уедем читать число функцию A для всех числа, которые являются степени простых. Теперь давайте научимся читать функцию A для всех числа вообще. Как мы это будем считать? Давайте возьмем два взаимных простых числа A и B. И давайте покажем, что пусть A и B, они взаимно простые. Давайте покажем, что Q A умножить на B равно Q A умножить на Q B. Почему это так? Ну, потому что давайте посмотрим вообще на то, что вот, давайте поставим на все числа, которые от одного до A умножить на B, которые взаимны простые с A умножить на B. Это какие-то чисел кита, которые есть. И раз мы знаем, что они взаимны простые с A умножить на B, значит, кажется, эти числа должны быть отдельно взаимны простые с A и отдельно взаимны простые с числом B. И тогда давайте посмотрим находит такое число X, которое взаимно просто A умножить на B. Я замечаю, что X по моде A, например, GCD от X и A не равно единице, и GCD от A и B тоже не равно единице. Если оно что? Если GCD от A умножить на B, то X равно единице. Ой, блядь, если оно равно единице, здесь равно единице. Да. Вот. Теперь давайте заметим еще одно более сильное утверждение. Давайте посмотрим X по модуле A. Давайте возьмем X% A и возьмем X% B. Давайте заметим, замечаю, что это число тоже так же не равно... Ладно, неважно, почему это не равно. Давайте посмотрим на следующую нашу задачу, которая называется китайская теория его остатков. И давайте заметим такую вещь. что для любых M взаимно просто числа A1, A2 и подали A2, и каких-то остатков по этой модели A2. Существует ровно единственное число, такое, что оно сравним с каждым из этих остатков по модели A1. Правильно? Так вот, давайте теперь посмотрим на все это, на эту, на эту, поспользуюсь этой китайской форматой отбросов двух чисел. Ой, господи, китайская теорема в остатках для двух чисел. Смотрите, китайская теорема в остатках для двух чисел. Она у нас в чем же утверждает? То есть у нас есть два числа A и B, и если два остатка по модели A и B, то у нас существует единственное число, которое меньше, чем A умножить на B и которое имеет такой остаток по модели A и такой остаток по модели B. Это преусловно, что это два числа A и B взаимно просто. Значит, у нас такая вот пара остатков A и B, они у нас разные для всех числов, которые есть взаимно просто A и B. Правильно? Это то, что мы сейчас получили, что для любого такого числа X, значит, что у нас в любом паре остатки по модели A и B, значит, что у нас есть одно такое число X, которое меньше A умножить на B. Теперь, как же нам понадобится для GCD-шки? А для GCD-шки нам это понадобится очень просто. Смотрите, давайте заметим, что у нас возможно всего... Давайте посмотрим на все остатки по модели A. Ну, давайте посмотрим на все возможные остатки по модели A. Этих числа от нуля до A. Из этих остатков по модели A некоторые из них не взаимно просто с числом A, а некоторые взаимно просто с числом A. Замечаю, что среди этих остатков от нуля до A, то A без одного, ровно хи от A остатков взаимно просто с A, и остальные все они не взаимно просто с A. То же самое со всеми остатками по модели B. Семь остатков по модели A, которые взаимно просто с числом B, и все остальные они не взаимно просто с числом B. Тогда давайте садимся. Теперь давайте посмотрим на вот это вот число со моделем X, которое взаимно просто с собой на этих числах. У нас происходит X по модели A, который один из этих остатков. И замечаю, что X по модели A обязательно взаимно просто вот этот остаток X% A. Он взаимно просто A, потому что если бы он не был бы взаимно просто A, у нас бы X представлялся бы как A умножить A, плюс X% A. Ну и в этом случае мы можем сказать, что типа вот у нас есть, что у нас вот это, если бы у нас X% A не был бы взаимно просто с числом A, тогда у нас получилось бы, что вот это делить на ходе делить A, и A делить на ходе делить A, значит X должен быть взаимно просто с A. А мы знаем, что X взаимно просто с A. Значит, у нас для любого такого числа X, X% A единственное. X% A взаимно просто с A, X% B взаимно просто с B. А значит, X% A умножить X% B взаимно... Значит, X% A входит в один этих phi от A остатков, которые от нуляда A-1, и X% B входит в один этих phi от B остатков, которые от нуляда B-1. Ну а значит, как вы знаете, такой парой остатков считает только одно число, X, который дает такой остатков, который полудет A и такой остатков полудет B. То, значит, у нас таких парой остатков всего phi от A умножить на phi от B. Вот такая неприятная математика. Кому из вас не понравилась математика? Ладно. Вообще, всем понравилось. Великолепные задачи. Всем советую. У нас с вами сложно добыть задачи доказать китайскую теорему поставки, но мы решили выкринуть, потому что нафиг надо. Вообще, если хотите, мы будем доказать, активно доказать китайскую теорему поставки, если мы вам приемлемые нарушения. Ну, собственно, мы теперь получили, что у нас теперь phi как считается. Мы теперь получили, что если A и B это не просто, то phi от A умножить на B, а phi от A умножить на phi от B. Поэтому, чтобы посчитать phi от числа 1х, то phi от A. Мы говорим, что разложим A на простые новости. A, а вот B первая, а первая, а первая. Множить на B второе, а второе. Множить и так далее. Множить на B, L, а третье. И дальше мы докажем, какое число умеет сказать phi от него. И дальше берем распроизведение х. И все. Вот. Хорошо, так говорите. Давайте тихо. Так, все, давайте все тихо. Чего вам хватит говорить. Там сейчас это и запрет просто, и все это можно. Просто пишите. Спасибо. Спасибо. Ладно, все, давайте сзади. Итак, берем поставки. Нам найти решение. То есть нам теперь для данных n числа, а первое, а второе, а далее n, которые взаимно просты, и далее n остатки, то есть первое, а второе, а далее n, нам найти такое число x, что x на c, а it равно 5 и t. И x меньше, чем произведение сектора i. Как будем все делать? Давайте найдем для первых двух таких чисел этого числа. То есть давайте берем такое число x, что x процент a1 равно r1, и x процент a2 равно r2, и x меньше, чем произведение a1 умножить a2. Как такое дело будем искать? Для этого воспользуемся расширенным алгоритм ликвида. Давайте заметим, что как у нас устроено число x. Что мы знаем, что x, оно у нас равно a1 умножить на какое-то там t плюс r1, и вместе с тем x равно a2 умножить на какое-то там, я не знаю, r плюс r2. Правильно? Тогда давайте скажем, что x равно, давайте приравняем две части, а получаем, что a1 умножить на t плюс r1 равно a2 умножить на n плюс r2. Перенесем r сюда, а получаем, что a1 умножить на t плюс a2 умножить на n равно r1 минус r2. Мы с вами получили обычное тиапантовое равнине, которое мы с вами умеем решать. Можно вопрос за сколько мы будем решать? Залог C. Где C это ограничение на большие чисел, или на меньшие чисел? Где C... Нам это понадобится на следующих шагах. Где C ограничение на большие чисел? Хорошо. А, не сейчас. На меньшую. Почему? Потому что после первой операции у тебя одно число без поможет у другого, и у тебя оба становятся меньше, чем меньше. Поэтому мы такое время находить за U от лобки. Теперь мы с вами нашли такое логическое число n, давайте теперь поставим их и получим, как раз пройдем такое нам нужное число n. Теперь нам надо добавить, значит, опять вот это a3. Да, как же мы будем действовать? А давайте скажем, что мы с вами нашли уже кое-то число, которое мы знаем с вами, что x по модулю a1 умножить на a2 равно ко мне вот это вот возьмет число x по модулю процента a1 умножить на a2. И давайте скажем, что теперь надо решить задачу, на самом деле, такую же кипятку я вам поставлю, а то вместо этих a1 и a2, у нас стоит число a1 умножить на a2, а вместо r 1 умножить на a2, а вместо r 1 умножить на a2, у нас стоит вот такое число. Когда ты решаешь лифтан по уравнению, у тебя решается десвиничное множество решений на t и r. Да, ты берешь курицу этих решений и дальше берешь курицу. А, и оно будет сюда идти, да? Ну да, ему понятно, почему это. Если ты берешь курицу в модулю, в общем, курицу. Я даже не использую здесь нигде явное число x, я использую только x% на первом штабе. Вот. Поэтому мы сейчас получили, что нам теперь надо решить просто вместо первых двух чисел, меняем их при произведении, а мелко произведение получилось тоже взаимно просто с всеми остальными. А вместо этих первых двух модулей, r1 и r2, получили вот такой вот штаб. И теперь продолжаем также решать нашу задачу. Теперь у нас общее количество этих чисел, которые мы должны найти, вместе с найдем. Дальше продолжаем так же действовать, и за у админировать эти числа на более решения до первых трех, и в наоборот есть такое число x, которое по модулю f1 равно, по модулю a1 равно 1, по модулю a2 равно f2, ну просто потому что оно должно быть одно, по модулю вот таким вот, по модулю a1 равно что a2. И дальше по модулю a2 равно f3. Ну и дальше продолжаем так же действовать, дальше, и в конце концов мы получим на это такое нужное число x, которое будет по модулю каждой трехморитой равно 1. Ну и дальше у нас такое число x может оказаться каким-то отрицательным или не всем правильным, для этого алгоритм мы в книге, и за решением алгоритм мы в книге, потому что решение нам не гарантируется, оно будет там хорошее. Ну а мы просто если получим, мы найдем просто какой-то такой t, какой-то такой l, и берем просто вот x, a1, умножь на t, например, такое, и по модулю просто чехит a1. Ну и все. Вот. Это, соответственно, как решать, то есть, я вам достал. Ну на самом деле это бесполезное знание, я сам это не знал до тех пор, пока мне не начнет рассказывать, а рассказывать пришлось даже не первый рассказывать, или нет, только второй. Прикрошу только. Но все равно, какому-нибудь кое-то могут запросто дать, где-нибудь, когда мы делим, когда мы числили, понятно. На олимпиадках мы говорили только на команды, мы числили на ручку. Это слишком тяжело. Типа на олимпиадках может говорить сложные задачи, а тоже, что мы числили сложные. У нас, у нас больно. Акваторсистическая сдача? Нет, на проекте. А, самый последний, да. А, самый последний, да. Акваторсистическая сдача. Акваторсистическая сдача. Ну, этот, я писал, я писал, я писал, я писал. Не, там может быть, наверное, форма тучей, не тучей. Акваторсистическая сдача. Нет, сейчас надо читать. У вас ещё первая теория была на этой теории чисел? Ну, и она, кстати, будет контестить. То есть первая теория А, она… А, совершенно написал. Кодовый. Ты кодовый написал? Это было проще, чем какие сегодня решения. А, я не знаю, мы всё равно тебя, по-моему, не проверяли, потому что ты зарешался дальше. Вы же знаете, как мы отбор проверяли? Естественно, мы все ваши сто пятьсот задач не проверяли. Мы, типа, нашли, типа, взяли какое-то видео, там семь практик надо было решить. А если бы мы решили меньше семь практик, то уже проверяли. И то там был бы тоже, типа, нижний практик надо решить, чтобы проверяли. Поэтому мы там, нравится, проверяли очень мало теорий. И большинство из вас написали теорию ЗД. Ну, кого-то забрали именно по теории, то есть без теории он не прошёл. Так, что у нас там следующее? Следующая задача у нас. О, наконец-то. Задачи пошли. Без этих всех удивительных доказательств. Задачи очень простая, восьмая. Надо какой-то модуль L для того числа A. Надо есть такое число B, что B умнож на A, а модуль L равно единицу. Как такое делать? Если, во-первых, в случае, если L простое, то все из вас, наверное, знают мало теориума церма. Что для любого числа простого числа B, для любого числа X, X степень P минус 1 сравним с единицей по модуль P. Ну, и, значит, если мы возьмем X в степень P минус 2, то мы получим в порядке одну X в порядке P. Ну, то есть если X степень P минус 2, то мы получим в порядке единицу. Давайте нам добавить X степень P минус 2, по-моему. Ну, это я использую, если мы просто быстро вздействуем. Все из вас, наверное, его знают. Ну, вот. Теперь, если же у нас модуль непростой, что же мы будем делать? Кто из вас умеет решать для непростого модуля? Что-то маловато. 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 Ну, ладно. Смотрите, что мы будем делать? Мы будем делать очень просто. Возьмем и скажем, что раз B минус A процент M равна X, значит B минус A равно M минус X плюс 1. Мы с вами не знаем B, не знаем число X. Получили для патру уравнения. Решаем. Все. Теперь девятая задача. Вот девятая что она сумеет решать? Нет. Я с 5-20 минут подумаю, если я вспомню. 20 минут подумаю? Да. Это просто, но не очень. Ну, эта задача последний уровень с перси максимума со мной. Ну, смотрите. Значит, как решать девятую задачу? Значит, девятая задача с правильным условием, которое не то, что здесь было написано. Представляю, что я ошибся. То есть, я потом на сайт проходит уже нормально. Ну, задача звучала так, что нам дано число K и кое-то модуль M. И нам надо найти такое число X, что X степени K сравнить единицы по моду M, а для любых чисел A и B меньше, чем K. X степени A не равен X степени B по моду M. Ну, и такое число X называется первообразным корнем. А то, на самом деле, нам понадобится потом для мыслей преобразования Furnier еще, поэтому учтите, что эта задача полезна, на самом деле. Вот. Как нам такое делать? Как выходить такое число X? Что? Теорема Кейлера? Теорема Кейлера? Теорема не работает нормально. А кто из вас хочет услышать такая стеорема Кейлера? Теорема Кейлера? О! Да, dang. Мы ее снимем и бросали шансы. Я потом могу доказать тебе, давайте сначала разберу это, а потом... Мы ее будем пользоваться, конечно, да. Ну... главное Значит, давайте сейчас посмотрим про такую вещь, как... Та, чаще сейчас, а ты? Нет, мы ее не будем пользоваться. Теорема Кейлера, Другя legislation. Теорема Кейлера. Да, мы ее не будем пользоваться, нам она нас нужна. смотрите давайте заметим такую вещь что есть их степень к давайте перебирать все числа а возможно нет в том случае если их в каком-то степени меньше чем к будет тоже сравнен с единиц по модулям если x в какой-то степени меньше чем к то замечаешь что в этом случае у нас действительно найдется такие вот числа типа а равно ка б равно л что она равна единиц и давайте заметим еще одну вещь что если же у нас не существует такого л меньше чем к у нас обязательно вот это условие будет выполняться почему это так потому что если она не выполняется а и б давайте а минус б получится x в степени а минус б что меньше чем к будет сравнен с единиц по моду n что плохо вот давайте я вам с вами просто проверить существует какой-то такой р меньше чем к что x в степени x равен с единиц по моду n пусть такое существует тогда давайте докажем что x в степени gcd из r и k ставим с единиц по моду n или даже в степени давайте давайте скажем что это кажется просто r является делительным ка давайте возьмем минимальное число это такое же x в степени s в степени с половиной ампу н затем минимальное число тогда утверждается что r является делительным ка почему потому что если r не является делительным ка давайте возьмем x в степени к процент r тогда замечаем что пусть оно не равно единице по моду n тогда мы знаем что x в степени x равен с единиц по моду n значит x в степени ка а из степени к тоже соединится минус по умным другим. А значит у нас получается из степени к процента L соединится минус по мудрю Г, но k процент L меньше, чем L. Давайте попробуем. И значит у нас получается, что L обязательно должен быть делителем K. Давайте сейчас покажем, что L обязательно должно являться… и раз L является делителем K, то мы замечаем, что L является делителем какого-то из чисел… давайте вот разложим K на простые множники. К равно P1 в степени РК. X1 умножить на P2 в степени РК. Умножить на P2 в степени РК. Ну не P2 в степени РК. Так вот, давайте возьмем число К делить на P1. К делить на P2. К делить на P3. И так далее. И начнешь, что R должен делить хотя бы однобой здесь числа. Потому что R меньше чем K. И R разделить на K. Значит-то является делителем, меняла быúp K. Значит Vem'하게 ahead по соине X, которая входит в K, значит L-的X насыщает делителем K, что делителем по содержанию K. Ну а значит, получается, нам достаточно просто проверить, она villти разложить K на простые множества, взять все-таки K'а une Point X, la Point X Smith, la Point X, и проверить что правда или что х в такой степени равны в durmvfK Если в одной из таких степеней х на х не будет равняться по my turn, значит мы нашли должны быть х в durmvfK. если не равно 1, ну, значит, что x не подходит, он в какой-то меньшей степени, чем k, тоже 1,1. Вот. Ну, теперь давайте оценим, сколько все это дело работает. Для того, чтобы x в зависимости от степени k нам потребуется у от log n действий, ну, то, что k меньше, чем m. На то, чтобы разложить k на простых множествах, будет там, типа, корень k действий. А дальше теперь посмотрим количество таких вот чисел, которые мы разводим в степени. Замечаю, что числа не больше, чем log n в простых делительках. И числа k не больше, чем log k в простых делительках. Ну, это достаточно понятно. Все же понимают. Ок. Вот. Так мы с вами все поняли. И учились решать приспячку. То есть мы перебираем log n чисел, за log n возводим в степень, и всего числа кандидатов у нас m. Ну, на самом деле, в реальности, там, типа, есть оценка, что каких-то датах в это, там, типа, log v. Типа, если вы переберете log, там, в какой-то 6-й ковом степени, то вы уже найдете нужное ватт числа. То есть если вы переберете log в 6-й отряд чисел таких подряд обычно, то там уже найдете свой перообразный корень, в перообразный корень чисел 6. Так. Ну что, давайте. Знаете? Что там у нас есть? Для начала, что это сфена за линейное время. Кто за вас знает, что это сфена за линейное время? Ну, не все. Ок. Смотрите, что делать? Что? Можно писать за n log log n и считать, что это разное не нужно? Нет, разные симптотики абсолютно. Я особенно тебя понимаю, но про хрань, что вы говорите. Это абсолютно разные симптотики. Мы будем, смотри, мы посвятили почти целое заявление тому, что мы разберем, как писать кучу не за n log n на запрос, а за log n делить на log log n на запрос. Круто! Ну, там потом покажем кучу всяких фигенных применений этой штуки. И это будет один из большой штуки. Типа, благодаря этой куче можно сделать экструзами. Ну ладно. Это сюжет 3D. Там, правда, будет константа, типа там 10, степени 9, степени 10, степени 10. Вот такая-то будет константа. Ладно. Давайте теперь на разборчике более каких-то полезных вещей. И что это с ним за линия? Она уже будет константа. Поэтому не сможете это понимать. Смотрите, мы хотим доказать шла, понять простой ли он или нет. Заодно мы хотим узнать или найти его минимальный простой делитель. Как мы это будем делать? Давайте запятим этот отдельный вектор, который стоит просто из степени. все простые числа, в котором мы будем постепенно находиться. Это просто какой-то массив простых числа. И заведем все числа. Массив просто, который типа вот до n, где мы будем каждое число писать его минимально простой делитель. За счет мы заполним его там, я не знаю, предоединить. Что? Так, микрофон слышно же, да? Вроде да. Вот. Что мы будем делать? Смотрите. Давайте сделать так. Мы будем идти по нашим числам. И будем доходить через одного числа. При этом мы будем поддерживать такой вариант, что типа, когда мы дойдем до числа, если оно простое, то в нем в минимальном соединении будет записана единица. и если оно не простое, в нем обязательно уже и должен быть записан на его минимально простое делитель. При этом еще одни всего. Вот какой придут, может, я поддерживаю. Дальше. Вот есть мы дошли до какого-то числа, и у него уже написано, что у него простой делитель равен единице. Я думаю, что это число является простым, что типа у него никого другого простого делителя нет. И в этом случае это числом и дописываем в нашим массивчик простых чисел. Если же число у нас у него минимальная простая сеть не имеет 5 единицей, то значит число саму простая сеть не имеет 5 единицей. Вот. И теперь что делаем мы дальше? После того, как мы зашли в такое число, и у него здесь не хватило минимальной простой единицей, давайте делаем больше. Давайте вообще для каждого числа, давайте вот посмотрим на любое число так x. Получается, что число x предстоит как минимальный простой единицей умножить на x делить на минимальный простой единицей. Правда? Такое нейтривиальное утверждение очень сильное. Но любое число можно так представить. Так вот, давайте, когда мы заходим в очередное число, смотреть на те числа, у которых x делить на p является очередным числом, которое мы сейчас рассматриваем. Теперь как нужно перебрать все такие числа, у которых это число делить на минимальный простой единицей, равно данному текущему числу, в котором мы сейчас находимся? Ну, это просто. Надо посмотреть. Вот у нас есть вот это число. И у него там известен он минимальный простой единицей. Это единица, если это число простое. Или там какое-то число, там, p, it, если это число непростое. Ну, давайте число q не приходит, если это число непростое. Давайте смотреть. Раз мы знаем, что p – это минимальный простой единицей числа x, значит, q x делить на p минимальный простой единицей больше или равен, чем p. А значит, вот такое число, в котором мы в текущем находимся, давайте его обозначим как а, мы сейчас находимся в числе а. Значит, такое число а может быть равно, как x делить на p, только для числа вида а умножить на p, где p меньше, чем q. А какое-то минимальное простой единицей числа а? Поэтому давайте перейдемте по нашему этому массиву из всех простых числ. В нем будет зависеть из всех простых числа просто по возрастам. Будем исправить все простые числа до того момента, пока не дойдем до минимальных простой единицей числа а. И для всех числа вида а умноженное ens recollectное перебираемое наше простое число, а умноженное p, допишем что такого числа минимальность будет равен какому числу ну замечаешь и таким образом мы для каких-то нет новых чисел запишем их минимально простой делить мы замечаем что для любого числа если он не является простым мы обязательно должны были в него записать внимание просто здесь потому что как мы должны были когда-то раньше рассмотреть число и здесь можно сказать по индукции типа если у нас работа для всех числа меньше чем а пока мы с вами заходили в число а мы обязательно должны были раньше походить через число x делить на b ну вот это число а делить на b где по их минимальность просто делить и значит должны были уже перебираем все простые действия и должны были перебрать а делить на b такой умнож на b и записать поэтому вот и вот так работает нет просто численно ничего не проходит потому что не понимает это единица вообще когда мы через них пересчитываемся дальше нужно это считать что у них минимальность не единица нет у них минимальность просто делить или отказки или сейчас да ладно да это правда просто числом действительно мы понимаем по сервисе это b и мы должны были пройтись по сервисе ну это блин че нет и замечаю что это все работает за изменение времени потому что каждое слово мы зайдем только один раз потому что для каждого числа что будет одно такое число а 9 поэтому все работает хорошо ну на самом деле обычный штул это спин работает по времени примерно 100 куску х то есть это надо очень аккуратно оптимизирование написать чтобы это работало быстрее у вас будет задача у вас будет целых три задачи на вашем проценте у вас будет обычная такая задача и три задачи на другом причем вроде как там нельзя написать одного решения которое зайдет во все вы думаете что я буду здесь первые задачи AUGAB А мы все вот с вами умеет в принципе для каждого числа находить его минимальность после применения 6 аспектов за ленейное время мы для каждого числа знаем его минимальное просто делительное теперь давайте это использовать для решения следующей задачи знаем с каждое число в какой степени минимальный просто делитель входит в разложение числа urama проследить. Ну смотрите, мы для числа знаем его минимальный простой диалетер. Таким, давайте высшим различное число А. Давайте высшим числу А в HD p нашим у него минимальный простой диалетер. Если он тоже равен P, то значит просто steam, в которую входит P в A, это steam,ах원 B а входит A в HD p плюс 1. То есть такая динамика просто Guy78 динамика. При считаем «А Delta r» рассчитаем ответ для а и вот так считаем. Теперь количество простых дел Chi799 а причстает числа. Ну, опять-таки, идем так по динамике, как можно сказать. Различных или всего? Различных его простых делителей. Различных. Так мы все делаем. Вот сейчас находимся в очередном числе. У него есть его простой делитель P до P. Минимальный. Давайте возьмем и возьмем это число делить на P. Вот это A делить на P. И, по сути, мы меняем просто делитель этого числа. Если это тоже P, то значит, что множество делителей у числа A делитель P и у числа A, оно одинаково. Поэтому мы берем ответ для A делитель P. Если у A делитель P минимальный, что делитель P необходимо, поэтому мы подаем ответ для A делитель P плюс 1. Сейчас это просто количество делителей. Это уже гораздо интересно. Мы с вами знаем, что количество простых делителей у числа это просто k1 плюс 1, умножить на k2 плюс 1, умножить на k3 плюс 1 и так далее, умножить на k3 плюс 1. Вот. Теперь как мы все это можем использовать? Как мы это можем использовать? Вот мы сейчас смотрим число a и есть число a делитель на p. Давайте, во-первых, считать для каждого числа p степени минимальный простой делитель входит в степени единицы. Это означает, что числа a делитель на p у простого делителя нет. И тогда мы с вами можем просто... Значит, у нас k1 равно просто единице. И a делитель на p представляется как произведение по вторую, можно так далее, на p3, тогда pn. И, значит, мы с вами можем просто взять ответ для числа a делитель на p, и вы можете его на k1 посмотреть, как k1 равно единице, но просто умножаем на 2. То есть берем ответ для a делитель на p и умножаем на 1. Теперь, что же мы делаем, если у нас a делитель на p, у него такой же минимальный простой делитель, как у самого числа a. Что в этом случае? Ну, в этом случае давайте посмотрим просто. У нас a делитель на p, это понимание просто делительное, входило в степени k1 минус 1. Иначе там формула была как просто k1 умножить на k2 плюс 1 умножить на k3 плюс 1 умножить на kn плюс 1. А нам нужно получить вот такую формулу из этой. Тогда мы просто берем, ну чтобы это получить, просто берем эту формулу делим на k1 умножаем на k1 плюс 1. Поэтому просто берем ответ для a делитель на p, делим его на k1, количество, которое происходит в число a делитель 1, a делитель на p, и умножаем его на k1 плюс 1. Ну, на степень, то есть умножаем на степень, которая входит p в a плюс 1. Ну и все. Так получаем, в общем, количество общего делителя. Теперь сумма делителей. Ну, здесь дело на самом деле только аналогично. Сумма делителей на самом деле равна сумме там нескольких емков от репрессии. То есть это равно единица плюс p1 плюс p1 в квадрате плюс p1 в степени х1 умножить на p2, единица плюс p2 в квадрате плюс p2 в степени х2 умножить на и так далее. То есть вот это вот формула количества делителей у числа a. Теперь, как нам все это посчитать? Давайте сначала посчитаем сумму такой геом прогрессии. Кто из вас помнит, как сумму геом прогрессии считать? Можно так делать, да. Когда у нас появится просто новый простой делитель? Ну, просто делитель в степени тебе придется думать, ну, да можно еще сумму геом прогрессии. Ну, конечно, да. Ну, типа, и в прошлый раз, чтобы было проще понять. Ничего делить не надо. Вот в чем прикол. Ну, можно, да, хорошо. Ну, так надо, например, посчитывать степень. Короче, смотри, для реализации точно проще использовать то, как я рассказываю. Потому что, Ася, нам предпочитывает еще степень простых чисел. Это куча памяти ты живешь на это. Как ты будешь делить? Это будет долго делиться. Что? В общем, вот. Так вот, полпоинка сумму, как формул сумму геом прогрессия. Ну, расскажи, говорите. В.К.1. 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 Ну, действительно, давайте нафиг эту формулу гемопрогрессии, мы же с вами не математики, поэтому давайте, например, прочитаем до каждого степени каждого простого числа в количестве делителей и до такой степени. Что, нам сложно, что ли? А мы просто считаем такую сумму. Ну, типа, ты смотришь на очередную степень простого числа? То есть, мы берем все простые числа, до каждого простого числа берем все его степени. Да, я могу насчитывать прямо во время решета, потому что, когда я смотрю на очередное число, если мы оказываем степень простого, а это приобретет, что у него минимальный просто делитель, да, и у него минимальный просто делитель, это считает, если минимальный. Ну, типа, у А, если П равно А делить на П, и у нас указалось, что у А делить на П является степень простого, то это значит, что есть. И дальше проявляет просто число А как новым делителем. Так мы умеем считать для каждого простого числа на каждом степени количество простых делителей. Теперь как же нам ответить на эту задачу саму по себе? Ну, это делается очень просто. Мы говорим, что вот у нас число А, у него есть понимание простого делителя, и он уходит к степени какой-то К первой, например. Давайте предпочитаем для каждого простого числа все его степени. Возьмем А делить на П степени К первая. Для него получается ответ как сумму, начиная уже с этой части, и всех дальше скобочек. А дальше нам доносится на вот эту скобочку, этот скобочек мы уже предпочитаем для каждого числа и для каждой степени. Это все хорошо. Зачем? Мы что-то читаем не для А делить на П, а для А делить на П степени К. А, ну, то есть, что я сказал. Да. Мы что-то подумали, зачем сейчас это у вас формулы. И давайте последняя функция Эйвера. Это, кстати, у вас будет на катейской функцию Эйвера посчитать. Так вот, надо посчитать функцию Эйвера у каждого простого числа. Ой, у каждого числа просто. Ну, на самом деле, да, точно так же. Потому что у нас там формула получается просто, типа, К первую умножить на... Ой, господи, какой как это? П минус один умножить на П степени К первая минус один умножить на П степени К первая минус один умножить на П вторая теперь нам надо все это насчитать, ну опять-таки берем просто вот это вот А, берем типа А здесь на минимальной степени, на минимальной простом зрителе, получаем вот сумму вот такой вот скобочки, дальше домножаем просто на предпочительные вот такие все штуки, ну и ничего сложного, все аналогично, отлично, с вами мы все равно научились считать 11 сдачи, давайте дальше, 12 сдачи, мы это вообще очевидны, вы знаете, все же с вас знают бинарное наследие степень налога, ну а здесь то же самое, ничем не отличается абсолютно, надо ли кому-то пояснить? Можно ли это рекурсить? Ну да, конечно, сейчас, вы что, не умеете ли вебинарное наследие степень без рекурсии? Нет, я умею, а вот это не умею. Что? Здесь это не умею. А что это не умеете? Это как выживание, давай скажем, как вы делаете. Смотри, ты смотришь, у тебя есть числа А и В, ты хочешь залог А, да? Смотри, ты смотришь, вот ты заморочешь какой-то примерный рест, просто записываешь результат. Дальше смотришь, если у тебя В четное, то, смотри, так, если В не четное, то что такое ответ? Ответ это А в нужное В равно А в нужное В минус один плюс А, правда? Приравляешь А к резу и получаешь, что у тебя В становится четным. Теперь, когда у тебя В четное, берешь В и здесь там, по А умножаешь там. И все. Ну и сделаешь так, так, чтобы В сделаешь на лог В раз, и поэтому все будет как-то менять. Теперь давайте следующую задачу. Тринадцатая. По сути говоря, нам с вами надо, что такое цейнзер ПК? Это Н!-Н!-Н!-Н!-Н!-Н!-Н!-Н!-Н!-Н!-Н!-Н!-Н!-Н!-Н!-Н!-Н!-Н!-Н!-Н!-Н!-Н!-Н!-Н!-Н!-Н!-Н!-Н!-Н!-Н!-Н!-Н!-Н!-Н!-Н!-Н!-Н!-Н!-Н!-Н!-Н!-Н!-Н!-Н!-Н!-Н!-Н!-Н!-Н!-Н!-Н!-Н!-Н!-Н!-Н!-Н!-Н!-Н!-Н!-Н!-Н!-Н!-Н!-Н!-Н!-Н!-Н!-Н!-Н!-Н!-Н!-Н!-Н!-Н Конечно, можно честно возвести по минус вторую степень, но это будет работать долго. Так у нас будет все работать за n от p, а она больше всего за o от n. Поэтому воспользуйтесь такой идеей. Ну, вообще, там есть решение за o от n, которое строгое и честное. Оно есть на e-max, и можете сами посмотреть, так будет и жесть. У меня есть трое решение за o от n. Давай, мы считаем, что это смена, и теперь расскажем, что dp это dp от, кроме нормального простого длительства. Да, ну, а для вас так делители, ну, ты, короче, нормально делаешь. А есть ненормальные решения? С каким-то адским формулам, которые можно загубить на e-max. Да, это не o от n. Можно еще раз про dp, пожалуйста. Что? Сейчас я все расскажу. Почему это не o от n? А потому что твое решение способное положение, что просто число... А, о-о-о-о. Это вроде как не доказано, но я не знаю точно. Там такие развязки ботезаринно следуют. Что такое ботезарина? Вот если вы думаете, что я ставим ботан, то вы ошибаетесь. Я не двигаю на виду, что у меня вещественная часть равна на вторая. Мне нужно знать, что это такое. Какие-то математики-то собрались. Я не знаю, что это такое факт. Подождите, у меня этот курс ботанаму теперь закончится, поэтому я всю эту херню не помню. А у нас не начинался. Ну, там вам тоже надо ее знать. А у кого-то случится? Не надо учиться 179. Убедил. Так вот, давайте к нормальному решению, которое без всяких хастей форму, которое нельзя запомнить. Во-первых, есть такое читерское решение, что если предположить, что n больше, чем блок k, пусть n больше, чем блок b. В этом случае, как бы мы с вами решали бы задачу? В этом случае есть просто супер читерское решение. Да, давайте посчитаем n фактериал, посчитаем его обратно, заведя его просто в его степень по минус 2. А дальше просто нажать будем по очереди на все остальные числа, так посчитаем себе обратно в материал. Но, к сожалению, мы себе позволить такое не можем, потому что нам никто не сказал, что типа n больше, чем блок b. Может быть, n меньше, чем блок b. Поэтому давайте воспользуемся гипотезой, что простые числа от 1 до n, u от n делить на лугля. Это факт? Ну ладно, факт так факт. Нет, это же не u от стальки, то их не больше, чем. Может быть, проходит, но еще раз, смотри, то, что проходит на первом курсе, в втором курсе, ты уже не помнишь. Нет, просто это уже не в Википедии там. В Википедии много, что написано, я не знаю, это не Википедия сам себе. Короче, мотиватика, когда пользоваться, запоминать, что там верно, что там неверно, не надо. Если знаете, что примерно что-то верно, значит, это мы верно. Вот, ладно, так что? Смотрите, будем пользоваться гипотезой или этим фактом, не знаю, хотите так называть. Если мы знаем, что это так, то давайте возьмем все числа одного до 1 до 1 и возьмем все простые числа. Все простые числа мы найдем и решили об электроспехат. Это нам понадобится. Нам, что электроспехат в в степень по минус 2. Обычный вариант в сезоне степени. Но такое себе позволить не может, потому что n-депринь на log n-депринь на log p, это больше, чем n, можно сказать. Поэтому давайте воспользуемся расширенными умогрительными клинами. Им тоже можно найти обратное число. И он работает за от логарифма минимума из этих двух чисел. То есть за от логарифма как раз как от такого простого числа, что log n. И у нас все будет работать за от n-депринь на log n умножить на n. Ну и все хорошо. И на log n, конечно. Вот. Так мы с вами все это посчитали. И до каждого простого нашли его обратное помодлик. Теперь, чтобы найти обратное помодлик в каком-то обычном числу, как мы это делаем? Мы просто идем типа динамикой. И с обычным, что на ротосфет, как мы насчитали, ну и минимум, что на ротосфет мы насчитали минимальный просто делитель. Поэтому берем число, делим на минимальный просто делитель. Для этого уже ответ обратно на считы. Дальше считаем обратно к факторам, ну и в общем, давайте теперь умеем решать всю задачу. Вот. Что дальше? Дальше у нас две прикольные задачи на дисплее. Итак, нам с вами надо идти, для данного числа А, и до В, и просто мы при модуле В, обязательно просто, нам найти такое Х, что А теперь Х, сравним с В, по модуле В. Как мы это будем делать? Ну, тут на самом деле все уже подхазка, я вам все разжевала. Давайте скажем, что Х равно Каум ваш на корень из В, плюс В. Плюс В. Ладно, лучше минус В. Окей. Вот мы такое говорим. Дальше что делать? Давайте посчитаем Х во всех степенях от нулевой до n-1, до корень из В. И все это закинем в кошмар. То есть там закинуты все степени Х от нулевой до n-1. Теперь дальше давайте мы зайдем Х во всех степени и посчитаем у этого все степени от нулевой до тоже n-1. То есть теперь мы посчитаем все Х степени корень из m, Х в степени корень из m на 2, Х в степени корень из m на 3, Х в степени корень из m на 4 и так далее. Мы считаем все такие степени. Тоже закинували другую кошмар. Теперь проходите по этому другую кошмарку, мы ищем там пересечения. Если что-то нашли, значит получается, что мы как раз нашли, что Х в какой-то типе корень из m на а минус такое n, равно... Но... Если мы так положили причину, значит, что Х в степени... А в степени корень из m равно v в на а в степени... Сейчас, давайте мы и так сделаем. Вот мы с вами представили такую штуку, значит, Х... Давайте теперь запишем, пока что сейчас у нас есть Х так и ставим, то что это значит? Это значит, А в степени корень из m минус m равно v. Это значит, что а в степени к умножить на корень из m равно v умножить на а в степени a. Вот. Теперь. Все-таки а в степени к умножить на корень из m мы закинували к кошмарку. Но если в этой кошмарке написано все-таки а в степени a, мы тоже промножим все числа на b и проверим, какие лежат какие-нибудь равные им вот в этот кошмарку. Если мы нашли равенцы, значит, мы с вами нашли такие a, k и l, что х степени к умножить на корень из m, а в умножить на корень из m, а в умножить на корень из m. Значит, мы с вами решили задачу, нашли такой нужный х. Вот. Есть какие-то вопросы? Если есть, то давайте дальше. Ну ладно, вопросов нет, давайте дальше. Следующих дальше. Вот такая не пробирает. Хотя она на e-max, кажется, зависит. Не интересно, как задача, которая пишет на e-max, потому что это можно увидеть. Кто из вас самостоятельно может решать как раз всю задачу без e-max? То есть самостоятельно без e-max? То есть самостоятельно, без e-max? Да. Ну да. Да, ты можешь статистически решить это? Теоретически? Теоретически не читали и маз? Я тебе рассказал. Окей. Ты маз раньше не читал? Это что писал? У меня сейчас школьник, поярли. Да, просто ваши школьники это неадекватные преподы по математике. А организаторы этого года еще 16. Матебой, это неадекватность никак не показка. Олимпиадная математика, она еще сам, красный, что есть. Смотри, как устроили олимпиадную математику? Я могу по себе сказать. Смотрите, вот в девятом классе я готовился, то есть горько в сервисах. Ходил эти дебильные кружки, промоутки и так далее. И никогда призера не взял. В десятом классе я положил на это все, а взглянулся прогой. Вообще ничего по математике не делал. Изи призер. Зарешалкал первый день на фронт, второй день плохо, потому что там тут болел с температурой. Поэтому математика, там, как бы, задача становится очень странно. И кружки странные, и кружки странные. Вообще математика не нужна. Вообще, если заниматься математика, то уже ничего не заработится, на жизнь не будет с этой детской. Ладно, давайте дальше. Кататься с удачей. Нам данный модуль P, не обязательно простой. А, не, обязательно простой. Окей, нам данный простой модуль P. Нам сделать подсчет забора P на лог квадрат P. После этого, за данных числа A и K, найти все такие X, что X степени K сравним с A, вот будет P. И на такой запрос, мы начнем в омлайне за O от корень P, просто плюс ответ A. Давайте, что это делаем? Может, нормальная сутатичка напишешь? В смысле, нормальная сутатичка есть? Корень показан в лог. Что? Там не корень, а в лог, вроде. О, вроде там корень есть. Здесь, я расположил, только в логике, чтобы найти первый чиститель, а все остальные только в логике. В логике можно найти. Ой, в логике первой степени. Сейчас, там, по-моему, нужно же действительно... Нет, я что-то... Либо я плохо тебя прослушал. Ты же можешь представить A как G в степени K какой-нибудь. Сразу автоматом, потому что ты можешь предпочитать для всех степеней G. А, ну блин, ладно. Ну давайте так повиявшись степочка на вот так вот. Там у тебя плод получается. Лог, шестой, а в плод. Я бы сказал, что, типа, первообразный корень можно найти прием, перебрав плод в шестой числе. Я не уверен в этот факт. Да и бакс написал так, давайте поверим. Но в самом деле звучит довольно логично. Да, вообще логично. Логично, что не очень много. Так как тебе нравится, да? А в судьбе, да. В лучших синтезиках. Блин, надо будет рассчитывать, что-то смутать на какой-нибудь контест. Спасибо. Ладно, вернемся к катечнике. Так вот, смотрите, в общем, что я тут от вас хотел, на самом деле? От вас я тут хотел, чтобы вы для начала взяли и насчитали первообразный корень p минус первой степени числа p. Утверждает, что в любом простом числе такой первообразный корень существует. Вот. Это вы делаете за какую-то асимптотику, более-менее. То есть она сверху оценится как вот это вот, типа, p налог в квадрат p, но гораздо сильно быстрее. А после этого, если когда мы нашли такой первообразный корень, там, на примере число, там, такое, g, обозначим вот так. Дальше вам надо найти теперь все таки и, что x в степени k равен a, равен b. Что это, на самом деле, означает? Это означает, что такое число g в степени… Так. Давайте посмотрим на такое число x. Включаем, что находится x, представляете, там, g в степени… какое-то там, я не знаю… g в степени n равно y. Ну, потому что g в степени n – это преобразный корень, и он в степени p с 1, значит, он продвигается по всем остальным числам. И каждый из них вот разравняется. Значит, мы все равно, что g в степени n равно такой n, что g в степени n равно x. Такое n мы можем с вами найти с помощью предыдущей задачи. За корень из m. За корень из b. После этого нам с вами надо найти такое… Как, что… Дальше нам надо с вами найти такое число там… Я не знаю… m… То есть, m. Что g в степени n равно a. Ну, это тоже легко находим просто… с помощью этого… Дискретного инклюзирования. Вот. Теперь нам с вами надо найти… Что нам с вами надо делать? Теперь нам с вами надо найти такое k, что n нужно k, с одним из темпом модуля p-1. Ну, это легко находится с помощью… Я не знаю… Какого-то членного грифта и пиля. После этого, как бы, мы с вами нашли какое-то частичное решение. Теперь замечаю, что все следующие решения должны быть такими, что у нас просто… Как это там… Мы можем просто… У грифта и пиля это… Нет, почему? У тебя здесь g в степени x в степени k, с ранее у снахового g в b. То есть, нам надо найти все такие x в одного частичного решения. Ну, для этого, на самом деле, нам надо найти все такие… Числа… Сейчас. Как это делать? Я сейчас сам забыл уже. Как найти все остальные решения? Зачем найти все остальные решения? У тебя есть, типа… А, серьезно? Зачем найти все остальные решения? Зачем просто посмотри… Да. Нам просто надо найти все такие… Как? О… Сейчас. Да, нам надо найти все такие… О… Сейчас, пошел… Как это уже было? О, блин, я что-то вообще никто не написал здесь. А вот у тебя… n, например. Да. Да. Мы с вами поняли, что g это не r равно a. А давайте поднимем все такие… m… 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 В общем, вот. Ну, такая связи сдача. Еще она, кстати, не очень коряево условно получилась, но... Я не понял. Вот мы заменили a на g в степени m, то мы сделали с x на k. Мы заменили его на g в степени x1 на k. x равен g в степени m какой-то, да? Да, только x в степени m. Да. Соответственно, g в степени m умножить на k равно g в степени какого-то m. g в степени m равно как раз-таки нужному нам числу вот этому. То есть, l на k равно m по модулю p в степени. Да. И теперь решаешь, что она решена в зеркале. Ну, типа, у тебя n плюс p в степени. l в степени k равно r плюс y в степени. И просто из него беру все положительные решения. Да. Похоже все-таки и решения. Ну, все решения, которые меньше, чем там нужны максимальный шок, в степени. Ну, типа, у тебя l не может быть больше, чем b минус 1. То есть, берешь все решения, которые меньше, чем b минус 1. n на перебор, а все подходят? Да, все на ручке. Давайте пойдем в порядок по этой задачи. Кто здесь прямо хорош такие задачи? 16 задачи, она вообще очень длинная. Смотрите, нам на число n и число f. И нам на эти коррески, которые меньше, чем n, которые загибли просто с n. То есть, почти как φ от n, только как φ от двух чисел. Меньше 5, но загибли просто минус чисел n. Как же мы это будем делать? Да, давайте все это, тихо. Так, тихо. Как мы будем все это считать? Давайте возьмем число n и разложим на простые множества. Ну, сделаем мы это за фокализацию числа n, за корресом все уменьшим фокализовать числа n. Получается, что простые множества там есть, такое первое, такое второе, такое третье и так далее. Даже без объемной степени. Нам поможем только именно простые множества. Теперь, что делать? Замечаю, что если ходится число там x, которое меньше, чем m, делится, кстати, на одно из простых множеств, то все плохо. x уже не взаимно просто с n. И нам, соответственно, надо посчитать количество числа, которые взаимно просто с n. Давайте лучше посчитаем даже не количество числа, которые взаимно просто с n, давайте посчитаем количество числа, которые меньше, чем n, которые меньше, чем 1, общий делительство с n. То есть, давайте посчитаем количество числа таких x. Х делится хотя бы на одной из этих проектов. Одно и то же, потому что нам надо будет просто из n вычискивать количество числов взаимодействия. Из n вычискивать числа, которые нет взаимодействия. Вот. Как будем теперь делать? Давайте используем здесь форму включения и исключения. Кто-то знает форму включения и исключения? А кто не знает? Я считаю, что я не знаю. Окей. Смотрите, давайте для начала посчитаем количество числов, которые делятся на 1 просто. Кто-то делится на какой-то один из этих проектов. Сколько таких чисел? Сколько чисел от 1 до n, которые делятся на p1? n делится на p1. n делится на p2. n делится на p2. n делится на p2. И так далее. n делится на p2. Теперь, давайте сюда каждый парень простых делителей посчитаем количество числов, которые делятся на такую парень. Но это n делится на профиздение всех таких пар простых делителей. Давайте проведем здесь форму включения и исключения. Замечаю, что чтобы нам посчитать количество числов, которые имеют на то, что 1 общая лификация n, надо посчитать количество числов, которые делятся на 1, 2, 3, 4, 5 и 2, и всё это положить. Дальше из этого мы в два раза здесь посчитаем все числа, которые имеют два общего количества n. Поэтому все ростные числа надо вычислить. n делить на вот так, p, id умножить на p, j. Замечаю, что мы все равно посчитали дважды, мы теперь вычисли лишний раз те числа, которые делятся на три делителя n. p, id, p, j, да, различные. Поэтому надо же приводить к этому n делить на p, id, p, j, p, k. Ну и так далее. Теперь вопрос, почему же их мало? Почему мы там такое все сделаем, мы не сделаем такого дофигища действий? Замечаю, что здесь мы перебираем все возможные, все такие произведения, как делить эти числа n. А известная физиологическая теорема говорит о том, что, во-первых, как минимум делить n не больше корни за, а во-вторых, делитель на самом числе n меньше, равно чем n в степени ε для любого сколько угодно у ε. Здесь такое литератическое теорема. Заказываю ее, конечно, не люблю. Почему? Потому что для любого числа n, количество делителей числа n меньше, равно чем n в любой степени ε. Ну не совсем так, при n в степени бесконечности, то есть это o от m в степени ε. Давайте так. Или вы даже можете доказать, что человек не играет? Ну, если хочешь, можешь это доказать потом. Вот есть ли тут хоть один желающий, который хочет услышать доказательства? Как когда ты догадываешь, что у тебя коня по корень, ты просто говоришь, что через 2-3, а все остальные числа, они коня по 4, поэтому остальные чисел в четвертой степени, вот m, в четвертой степени m, это m в степени 1-2. Нет, то, что корень, это понятно. То, что корень, это совсем… Ты просто выбрасываешь какой-то притис константский? Нет, то, что корень, совсем очевидно. Давайте переберемся чисто до корня. Если у нас делитель больше, чем корень, то ему средство однозначно однозначно один делитель, который меньше, чем корень. Смотри, я сейчас в другой рынке разбираюсь. Вот возьмем те простые. Есть простые 2-3, а есть и остальные простые, и они хотя бы 4. Да. Значит, всех остальных простых максимум в лоб с 2-3 степени m. Какие? Какие? Когда 2 в степени 2 плюс лоб с 2-3 степени m, это типа 4 на корень m получается. Все. А теперь ты можешь также отобрать больше префикс какой-то, он будет константный, нам на него вообще больше. И при этом, получается, что если у тебя первое простое, которое ты не убрал в константный префикс, оно у тебя, типа, а квадрат, то ты получил сейчас. Ну, это не очень, чтобы выходит, типа, там, почти константный префикс, обязательно звучит 30. Нет, для любого Excel можно подобрать префикс, чтобы все... А, ну ладно, для любого Excel константный действительно можно префикс выбрать. Ну ладно, хорошо. Ну, сдалините газельские. В любом случае, у вас, для известно, для жизни нужно то, что, типа, количество делитель меньше, чем корень m. На самом деле, даже в реальности у вас так — если, типа, нормальная экономическая оценка, а чистое делителей — это m степени... корень кубической степени m, m. Потому что, типа, для числа, там, до 10 в 9, вот этот метод, что количество делителей меньше, чем уровень кубических степеней EZ. Их бывают при порядке уровень кубических степеней EZ, ну, порядка уровень кубических корней EZ, для числов, которые там не очень большие. Поэтому, в общем, лучше всего использовать вот такую оценку. Да. Да. Ну, если бы не. А это сегодня? Сегодня. Сколько мы считали? Мы считали, мы считали. Мы считали, мы считали, мы считали. Нет, почему? Мы все делители считали. А здесь делители кубов. Тут уже мы потом правили. Польпинец на первом, поиск, он должен прожить. Вот. Мы в итоге. В принципе, это просто два всех и колеса различных. Мы это считали. Да. Ну, если бы не. А у меня здесь какая-то гидобера уже есть? Что? Здесь либо гидобера различная? Ну, да. Здесь, например, имеет только одно простое число. Каждое простое. Ну, это не очень важно. В общем, в целом мы поняли, что здесь используем такую форму включения исключений и решаем задачу. Это довольно полезная вообще идея. Я такую задачу встречал в реальности, типа, во-первых, в контесте будет такая задача, а во-вторых, я встречал контрабрятную задачу, которая, ну, такая идея используется на ребят. Это круга. Поэтому, в общем, это мы взяли. Я тебе леткость, я так понимаю. Что? Это леткость для всех логотик, которые у нас проходят в трех классах. Первый полугодий нет, во втором полугодии, да, супер редкость. То, что у нас будет до нового года, ой, до открытой олимпиады, это будет все еще более-менее может пригодиться. Кроме одной темы. Вот тогда тема вам нигде не пригодится, а все остальные вам еще может пригодиться, если вы сходите на нержант по-разному. То, я говорю, отделе от 12? И отделе от 12 у нас будет сильно поздно, но и банансы будет. Ну, типа, там легкарно. Ну, он хоть немного полезный. Самый малый. Да, он самый малый, что полезный. Типа, на сборах вам может пригодиться. Ладно, давайте следующую задачу. Следующая задача 17-ая. Тоже такая полезная задача, что надо знать. Нам дан массив, нам найти сумму нот по всем подотрезкам этого массива. Как будем действовать? Давайте сфиксируем правую границу. Пусть мы сфиксируем на правую границу. Пусть мы знаем, поскольку все отрезки, которые правая граница будут конкретно число r. Я утверждаю, что, во-первых, различные GCD в этих отрезках не больше, чем лон c. То есть, если, поскольку все отрезки, которые заканчиваются в этой правой границе одной, то существует не больше, чем c различных GCD, которые бывают в этих отрезках. Ну, почему это так? Потому что давайте посмотрим для начала на первые сколько-то отрезков, первые сколько-то левой границ, и им будет одно GCD. Потом мы идем дальше, у нас появляется какая-то новая граница GCD уменьшается. Но GCD уменьшается хотя бы в два раза, потому что он содержит себя вот этот GCD, и еще хоть 2 числа. Ну и типа у нас становится каким-то делителем старого GCD. И после определения становится в два раза меньше. Потом снова у нас, сколько сречит, ну снова такой GCD, потом снова у нас появляется свой GCD, потом снова GCD будет действовать свой делитель, и становится еще меньше в два раза. И так далее. Получается, у нас всего таких ответственных, типа границ, которые разные ГЦД, их не больше, чем ЛЦ. Давайте для каждого возможного ГЦД зафиксируем самую левую границу, начального этого ответа, с ЛЦ таким ГЦД. То есть у нас есть какая-то первая граница, дальше есть вторая граница, третья, и так далее. Там есть какая-то карта. Карта получается меньше, чем ГЦД. Теперь, что дальше? Дальше. Дальше. Если мы знаем все такие границы, то как нам почитать количество отрезков, которые заканчиваются, как нам почитать сумму ГЦД по всем отрезкам, которые заканчиваются в этой конкретной правой границе? Ну, это очень просто. Мы берем R-LKT и умножаем на ГЦД на всех этих отрезках. Дальше берем L3-LKT и умножаем на ГЦД. Ну и так далее. В общем, здесь все понятно. Теперь давайте подвинем правую границу на один правую. Что у нас после этого произойдет? Во-первых, у нас добавится, давайте считаем, что у нас добавится один отрезок, который состоит из этого единственного числа. И все эти отрезки, замечаем, во-первых, что у нас, если у нас раньше у двух отрезков, которые начинались, если раньше двух отрезков, которые заканчиваются в правой границе, на плюс один, ГЦД станет, тоже будет одинаковым. Потому что просто берется ГЦД из этого отрезка с нового числа, и ГЦД все равно станет одинаковым. То есть, если были какие-то там, типа, границы L1 и L2, такие, что на отрезке ГЦД на отрезке C1 по R и на отрезке C2 по R были одинаковые, то на ГЦД на отрезке C1 по R плюс один и на C2 по R плюс один, ГЦД тоже будет одинаковые. Это достаточно очевидный факт. Поэтому, замечательно, что наши все эти левые границы отрезков с одинаковыми ГЦД, они у нас точно, множество левых границ отрезков C1, они потом будут содержать себе множество старых левых границ. Ну, возможно, у некоторых отрезков теперь, типа, например, отрезков, которые начинаются в границе L2 и L3, сейчас стоят в одинаковые ГЦД. Некоторые такие отрезки могут как бы слить целыми. Как теперь надо защищать эти отрезки сливать? Давайте делать это очень просто. Вот у нас это вот первое число. Давайте возьмем ГЦД. Вот у нас есть такие множества вообще этих отрезков. И давайте посмотрим на самый последний отрез, который состоит из одного числа. Здесь записано какое-то число там G. Теперь давайте посчитаем ГЦД в отрезке G на любого и вот в этом предыдущем отрезке. Посчитаем это ГЦД и смотрим, типа. Здесь у нас сказалось, что эти ГЦД равны, ну, типа, ГЦД, который был раньше, вот в этом отрезке, и вот в ГЦД, который был раньше. Значит, теперь у нас эта граница убирается, и эти отрезки выделяют. Дальше идем дальше сюда. Эти отрезки также рассмотрены на ГЦД текущего числа, которые у нас сейчас есть, и вот эти. Для вопрос, почему у нас это будет работать, у нас же ГЦД работает за ЛОПЦ, почему у нас все такое не будет работать за ЛОПЦ? У нас казалось бы ЛОПЦ таких отрезков, мы будем сажать и берем этот ГЦД. Я знаю, я знаю. Да, замечательно, у нас каждый раз ГЦД будет вмешаться в целом два раза. И действительно, мы можем просто воспользоваться второй задачей, которая была, и, получается, у нас ответ будет брать типа ЛОПЦ плюс ЛОПЦ. Нет. То есть все хорошо, и... В любом виде, она или убирается навсегда, или вмешается в два раза. Да. Поэтому не всем понятно. Да, это понятно. Нет. Воспользоваться второй задачей. Нет. У тебя или левая граница исчезает, но тогда ты ее издал не больше, чем... тогда ты на нее логарифм просто потратил. Или левая граница используется, тогда ты суммарно не больше, чем ЛОПЦ потратил. У нас есть такие границы. Нет. Еще раз. Мой ЛОП пока пожать не можешь себе позволить. Нет. Еще раз. Смотри. Объясняю тебе. У тебя еще связь, когда ты наткнулся на границу, в которой тебе ничего не изменило? Пожалуйста. И ничего не слышно. А что еще слышишь? У тебя можно наткнуться на границу, которая тебе ничего не изменила. Но ты проверяешь, изменилось что-нибудь или нет. За... А, нет. За единицу. Все хорошо, да. Ты просто смотришь, типа, здесь цена или нет. Ну, еще все нормально тут? Ага. Это правда. Ладно. Все. Отлично. Тогда так и пересчитываем новый отрез. Там также пересчитываем ответ. И так за ЛОПЦ мы делаем переход, типа, от одной границы. И за ЛОПЦ все считаем. Отлично. Эту тему мы научим. Теперь давайте переснем в следующий раз. На следующий тоже пикер. Итак. Нам данного множества для чиселок. И нам надо найти ноль по всем подмножствам различных чиселок за n плюс ц. Сумму ноль по всем подмножствам различных чиселок. Мы помножили. Мы помножили просто. Мы помножили просто. Да, если мы не помножили, то пойдем с таких всего подрезков. Ну а ГРМ, поэтому все будет хорошо. Ватонный хип можно использовать. Что? Ватонный хип используется, да, используется. А зачем сейчас это? Дальше у нас число становится слишком длинное. Ватонный хип используется, что мы считаем, что у нас не влезает. давайте для начала заведем массив размера c и наемную позицию запишем количество числа и в этом множество это мы делаем за год на позицию писали сколько у нас числок равных и теперь давайте делаем еще одну вещь где д и д равно количеству чиселок которые делятся на и вот на нашем начальном множестве как мы будем считать количество числа который делится на очень просто и число делится и это и 2 и 3 и так далее поэтому когда мы считаем такой д и д мы просто берем и говорим что д и д равно д и д плюс д и на 2 плюс д и на 3 и тогда вот так посчитаем на каждом числе сколько числа делится на и для каждого числа написать сколько чисел Это D, D и D равно просто сумме по всем J от нуля там до, соответственно, C делить на IF, D, C, I умножить на J. Мы просто считаем, типа, для числа IR, I может находить другой J, сколько таких чисел. Насколько тогда сумма считается? Причай, что считается за O, C, L, C, потому что, опять-таки, сумма гармонического ряда. Потому что здесь мы считаем, и мы считаем по C делить на IF. То есть у нас сумма берется, типа, C делить на IF, на всех IF от одного до C. Но это гармоническое ряда. Сумма такой штуки равна C. Отлично. Мы с вами посчитаем количество действий. Дальше. Что дальше мы делаем? Дальше, теперь мы посчитаем количество ГЦДшек. Давайте введем следующий массив, G хита. G. Где G хита, количество подмножеств, которые, у которых ГЦД, у которых ГЦД, у которых ГЦД равна D. Как такую G хита посчитать? Во-первых, G хита равна D. Давайте сначала посчитаем, что первый кандидат от Акора — это просто два степени до IF. То есть давайте посчитаем количество подмножцев, которых ГЦД делится на I. Сколько таких подмножцев? Ну, очевидно, что это два степени до IF. Потому что если ГЦД у всех числа делится на I, значит все числа должны делиться на I. Поэтому мы считаем числа, которые делятся на I, поэтому считаем два степени до I. Теперь нам надо посчитать все такие... Первое мы считаем количество подмножцев, которые ГЦД равна I. Для этого отсюда мы должны вычислить все ГЦД, которые больше. Поэтому идем сверху вниз просто по этой динамике. И берем, и из этого мы считаем все G от I умножить на кольца числа G. То есть какие ГЦД у нас могут быть теперь, которые делятся на... Это I умножить на 2, I умножить на 3, I умножить на 4 и так далее. Переправим все такие штуки, проходим с посетом I умножить на J и вычитаем отсюда уже I умножить на J. Так мы получаем количество таких подмножцев, которых ГЦД делится на 1. Мы считаем сверху внизу. То есть больше числа и больше. И так мы все это начимаем. Вот, соответственно, так и насчитали отвертки ГЦДшки. Ну а дальше просто складываем все I умножить на D. Теперь следующая задача. Следующая задача давайте делать... Следующая задача нам надо найти медиану по всем GЦД, по всем подмножствам. Что делаем? Ну, дело, на самом деле, ничего сложного. Просто вместо того, что считаем все это по модуле, считаем все это длинной алифметикой. У нас длинных всех числений больше, чем R. И все. Не больше, чем R. Не больше, чем R. У тебя всего подмножств 20 пенеген. А если я числа, то иметь порядок 20 пенеген? Ну, может, а C это констант. Ну, C, короче, это такое машинное слово, которое... Поэтому дальше считаем все это просто длинной алифметикой. Насчитываем 10-ти числа, на сколько медиан. Ничего сложного. Не знаю, на чем это дальше. Так, и последняя, конечно, задача. Она приходит тем, что в ней можно использовать как идеи из 16-ой задачи, так и идеи из 18-ой задачи. У нас задача такая. У вас надо найти конечных чисел. Вот те, что они представим как A в субе умножить на B. Для числа, которые меньше, чем R, а то представим как A в субе умножить на B. Для каких-то числа A и B. Ну, и надо все это сделать так, чтобы оно работало нормально на компьютере, если тем меньше, наоборот, чем 10-17. Как будем это делать? Площение видно, что давайте прибирать A. Замечательно, что A у нас не больше, чем колькулические степени взять. Вот. Давайте прибирать все-таки возможный A. И пытаться понять, сколько у нас числа вообще с таким A. Но, на самом деле, если мы сделаем просто в ту путь, переберем все A и прибавим M на A в кубе, то нас ждет разочарование. Потому что бывает такие, например, если мы с вами возьмем число A равное 2 и A равное 4, то что мы считаем дважды? Что же нам делать? Во-первых, давайте скажем, что мы будем A прибирать только как простые числа. Тогда, казалось бы, мы должны быть все хорошо. Давайте прибирать числа 2, 3, 5, 7 и так далее. Но есть проблема. Число, например, 6 в клубе мы тоже дважды посчитали. Что же делать? А давайте использовать форму включения и исключения так, чтобы 16 задач. А здесь почему-нибудь это работает? А потому что мы будем прибирать все возможные кандидаты на A до корня Z. Для каждого числа мы знаем количество различных простых в его разложениях. Нет, не знаем. Знаем из 11 задач. Окей, знаю, хорошо. Для каждого A есть, для каждого такого EZ. Да, для каждого числа до поля публического EZ. Значит, которые больше, поля публического EZ, они сами могут быть как кандидатами на A. А дальше, просто используя форму получения и исключения, если у нас нечетное число раз, нечетное число простых делителей, то мы прибавляем, если четное число простых делителей, то мы читаем это число. Ну, типа, если у A количество простых делителей нечетно, то мы прибавляем A в ответ. Если у A количество простых делителей нечетно, то мы читаем это. Но еще надо учесть в том, что нам не надо рассматривать те числа, у которых какое-то простое число входит в разложение дважды. То есть числа видят как 4, например, или, я не знаю, 12, нам рассматривать не надо. Вот. Как так? Че, есть вопросы какие-то? Вроде понятно. Че непонятно. Че непонятно. Телепаршир, сержавец, вот, а перебрал, а дальше уже, с чем нам будем делать? Ну, смотри, вот у тебя есть число 2 и 3, если ты отдельно осматриваешь 2 и отдельно осматриваешь от 3, то число 30 ты считаешь дважды. 36-30 ты считаешь дважды. Теперь проявишь, типа, а только простые. Да. И поэтому тебе надо сделать так, что, типа, произведения простых, которые тоже являются кубом, ну, которые в кубе, которые лежат в основании этого а кубастого числа, ты их должен вычислить после этого. Поэтому, я знаю, что он в куче не исключение как раз. Я и понял. То есть, ровно, нахуй, в 16 и дальше. То есть, вы понимаете, что это будет работать за 9, но, на самом деле, еще меньше? Оно будет работать здесь 6. Ну, то есть, кубический корец помнишь. А пока мы перебираем, как-то поддерживать. А надо будет считаться. Мы хотим примерно как в один из предзначенных считателей, что необходимо считать количество различных. от простых зрителей различных и убедиться, что все простые зрители входит в первой степени. Ну, это также считается там понятно. Ну, типа, если числа, и оно делит минимальный, потому что зрители не в первой степени, то сразу же к нему появляется. Ну, что, есть какие-то вопросы еще? Спасибо.